Добрый день! На ремонте телевизор Samsung. Модель данного телевизора LE32M87BD. Пронесли этот телевизор, с проблемой не включается. Как видим, телевизор включен в сеть. Индикатор питания у нас не горит, на кнопки не реагирует. Со слов клиента, приходил уже мастер, смотрел телевизор, поковырялся в этом телевизоре, достал плату, покупайте ее. На этом ремонт был завершен, после этого уже пришли ремонтировать к нам. Сейчас разберу и посмотрю, что с данным телевизором. Ну и так, при внешнем осмотре был обнаружен поврежденный конденсатор 1000 микрофарад на 35 вольт. Вот она модель блока питания, BN44-00-156B. Обнаружен еще один несправный конденсатор 820 микрофарад на 25 вольт. Не стал я монтировать видео проверку блока питания, проверил я все диоды, транзисторы, резисторы. Все, в принципе, исправно. Никаких проблем, кроме этих двух конденсаторов, которые на данный момент в видео я сейчас меняю. Кому неохота смотреть проверку материнской платы, так как там просто замеры напряжения по всем стабилизаторам. А стабилизаторов там очень много, поэтому можете сразу, там где уже выявлена основная неисправность, по времени это 18 минут, можете переключить и уже смотреть там. Первый сигнал он-оп у нас присутствует, 3,3 вольта. Следующий, это у нас дежурное напряжение, также присутствует. 12 вольт. 12 вольт. Все необходимые для работы напряжения присутствуют. Но при этом запуск телевизора не происходит. На материнской плате имеется доступ только к одному стабилизатору напряжения. Это стабилизатор на 3,3 вольта. Напряжение 3,3 вольта присутствует. Итак, стабилизаторы присутствуют у нас на обратной стороне материнской платы. Плата, конечно, не совсем уж отмыта от флюса. По всей видимости, данные металлические крышки уже снимались, которые являются по совместительству и радиаторами. Снал я уже теплораспределительную крышку. Здесь обнаруживались какие-то остатки флюса. Ну и так, первым делом проверю предохранители. Предохранители на материнской плате исправны. Итак, начинаем проверять напряжение на стабилизаторах. Первый стабилизатор AC11004. Запитывается он от напряжения 13 вольт. Данный стабилизатор на 9 вольт. Напряжение присутствует. Далее напряжение пошло на стабилизатор AC11005. 105 вольт. И уже формируется напряжение 5 вольт. Следующий сигнал это напряжение 6,4 вольта. Она должна выдавать металл схемы AC11003. Смотрим. 6,4 вольта присутствует. Следующий сигнал это 2,5 вольта ДТВ. Формируется на микросхеме AC1111. Как видим 2,5 вольта присутствует. Далее 1,2 вольта от супы. Данный сигнал идет уже на процессор. Формируется на микросхеме AC1113. Это пятый, шестой выводы микросхемы. Микросхема AP1530S. Как видим напряжение 1,2 вольта формируется. Следующее напряжение 3,3ВД формируется на микросхеме AC11002. Сама микросхема MP1583DN. Напряжение формируется на третьем выводе микросхемы. В данном случае 3,4 вольта. Следующее напряжение 1,25ВД. Формируется на микросхеме AC1106. Сама микросхема AP1117DA. Напряжение 1,2 вольта присутствует. Следующая микросхема AC1107. Также формирует напряжение 1,25ВД. Как видим напряжение также присутствует. Ну и следующее напряжение это AC1109. Формирует напряжение 3,3 вольта ВД. И уже дальше формируется напряжение на AC1102.5ВДВ. Здесь только AC1101.5ВД. Но напряжение 3,3 вольта на данную микросхему приходит. И также формируется 2,5ВД. И также формируется 2,5ВД. Также на микросхеме AC1101.1,112ВД. Формируется напряжение 3,3 вольта. при включении телевизора должен был загораться на передней панели светодиод но как изначально было видно что он не горел при включении я заметил одну особенность включаю телевизор и у нас работает оптический выход сейчас я осциллографом проверю наличие сигнала на микросхеме и пром памяти это шестой и пятый выводы микросхем на кнопку телевизор реагирует то есть перестает гореть светодиод на оптическом выводе также как видите сигналы у нас идут то есть обмен данными между процессором и пром памятью происходит сейчас проверю пульсации с блока питания 5 вольт пульсация отсутствует далее 12 вольт пульсации пульсации также отсутствует следующее это 13 вольт пульсации также отсутствует то есть блока питания напряжение приходит без пульсаций проверю пульсации на стабилизаторах напряжения IC 1111 пульсаций нету IC 1110 пульсаций также нету ни на выходе и на входе также микросхемы нет никаких пульсаций далее IC 1104 пульсаций также нету IC 1106 пульсаций также отсутствует IC 1107 пульсаций также нету IC 1106 пульсаций также отсутствует IC 1105 пульсаций также отсутствует итак вот он дроссель 1102 он идет с микросхемы IC 1113 напряжение 1,2 вольта смотрим пульсации присутствует ну и смотрим после дросселя у нас идет конденсатор проверяем на конденсаторе IC 1107 пульсаций и смотрим пульсации отсутствует следующий дроссель это L1104 установлен по питанию 3.3 ВД также проверяем также проверяем на конденсаторе IC 1177 по выходу как видим пульсации отсутствует то есть пульсации на данный момент нигде не наблюдается на материнской плате при том на включение выключение кнопки телевизор реагирует это сейчас я отключил телевизор нажимаю кнопку включения как видим запускается в общем реакция на кнопку включения у нас имеется с блока питания напряжение выходит без пульсаций также нет пульсаций и по выходам стабилизаторов напряжения но при этом нету не только подсветки также нету и самого изображения сейчас проверю напряжение на данной плате в основном все стабилизаторы у нас находятся под данной теплораспределительной крышкой но имеется возможность проверить на друщинах и конденсаторах итак микросхема IC 6011 1.2 вольта 1.2 вольта имеется дроссель 1.2 вольта 1.8 вольта в данном же случае 1.9 вольт дальше дроссель L 10 20 напряжение 3.3 вольта также присутствует ну и конденсатор c6108 33 вольта как видим напряжение присутствует более замерить никаких напряжений здесь не получится пока не будет снята данная крышка сейчас я проверю пульсации на данных элементах на которых сейчас я проверял напряжение оси 6011 смотрим пульсации отсутствует далее дроссель 1027 пульсации также не наблюдается далее л 1020 пульсации также нету ну и конденсатор c6108 смотрим у нас тут присутствуют пульсации так выключаю телевизор по схеме у нас конденсатор установлен на 1 микрофарад 50 вольт подпаял я параллельно данному конденсатору проверяем включится ли телевизор как видим телевизор у нас включился сейчас необходимо будет найти на замену неисправного конденсатора другой подключил телевизор пока в таком виде чтобы показать что телевизор действительно работает звук присутствует изображение есть только единственное что не горит светодиод напряжение 2 и 8 вольта в общем получается также неисправен и светодиод его также необходимо будет поменять данная неисправность конечно же очень легко встречается итак проверяем емкость данного конденсатора 0,14 кОм емкость 1 микрофарад ESM на данном конденсаторе очень сильно завышен так вот так вот Продолжение следует... Включаем телевизор сеть. Как видим, индикатор дежурного режима у нас теперь работает. Телевизор полностью исправен. Надеюсь, данное видео будет кому-то полезным. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Продолжение следует...